9 ноября в Каспийске на территории аллеи по улице Орженикидзе состоялось торжественное открытие памятника олимпийскому чемпиону Каспичанину Владимиру Юмину, который ушел из жизни 4 марта 2016 года после продолжительной болезни. Возможность сбросить полотно с достопримечательности была порочена министру спорта Республики Дагестан Сажиду Сажитову, министру внутренних дел по Республике Дагестан, генерал-лейтенанту полиции Абдурашиду Магомедову и первому олимпийскому чемпиону по вольной борьбе на Северном Кавказе Заголава Абдулбекову. Владимир Юмин родился в Омске в 1951 году. Рано оставшись без родителей, воспитывался бабушкой на Урале, затем в детском доме в Воронеже. Оттуда попал в спецучреждение для трудновоспитуемых в Каспийск, где и увлекся борьбой. В 1972 году стал первым на молодежном первенстве СССР и выиграл чемпионат РСФСР. А в 1976 году выступал на летних олимпийских играх в Монреале и боролся весовой категория до 57 килограммов. Это человек, который тяжелой судьбы, который в раннем, практически после рождения потерял своих родителей, имел тяжелую судьбу, но силы вложенные в него и генетические, и тех людей, которые его окружали, ему удалось вот из этой ситуации выйти и стать величайшим борцом всех временных народов. Кроме того, почетными гостями открытия стали председатель правительства Республики Дагестана Думуслимом Думуслимов, глава города Каспийска Борис Гонцов, министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов, министр внутренних дел по Республике Дагестан, генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, первоолимпийский чемпион по вольной борьбе на Северном Кавказе Загалав Абдулбеков, двукратно олимпийский чемпион Абдурашид Садулаев, депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов, воспитанники спортивной школы имени Юмина и многие другие. Как он выигрывает, никто не знает. Он знает, что на Олимпиаде первую схватку проиграл? Чисто вонгол. И еще все, в сборной страны, гавную медаль потеряли. Он говорит, Ванесович, не беспокойтесь, я выиграю все равно Олимпиаду. Как? После чистого поражения, первой схватки. Ну так суждено было всевышнему. Он говорит, что надо делать? Всех надо чисто положить, остальных. Он кому-нибудь проиграет, который у тебя выпал. Кажется, венгер будет, если не ошибаюсь. И Леонид Владимирович стал чемпионом, выиграл всех на туче и чемпионом Олимпийской игры стал. Сегодня память о спортсмене живет в сердцах всех его учеников и друзей, которые знали Юмина как добросовестного и талантливого человека. Так было решено заложить традицию для юных спортсменов перед началом соревнований, потереть руку памятника и получить вдохновение на победу. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику и общем фото. Главное, тем, тем, что небольшое ученики стоит. Этот результат был уничтожен.